В операционном зале Ахинской ЦРБ идет операция, которую проводят при помощи эндоскопического оборудования. Сложную манипуляцию по удалению опухоли надпочечника выполняют без единого разреза. В небольшие проколы введены микроскопические инструменты. Хирурги наблюдают за процессом через монитор. Больные ткани отсекаются и удаляются из организма. Процесс реабилитации займет всего сутки. Сейчас мы выполняли операцию мужчине с опухолью надпочечника. Через несколько проколов без больших разрезов мы удалили надпочечник вместе с опухолью. Показания к операции выставлены врачами-эндокринологами. После прохождения раннего послеоперационного периода, он у него будет очень быстрым, буквально к вечеру уже будет ходить, завтра он вернется к полноценной своей жизни. В чем прелесть этих новых технологий. И дальше продолжит лечение и наблюдение у врачей-эндокринологов. Уже много лет десант из высококвалифицированных хирургов, специализирующихся на разных видах операций, приезжает в АХУ, чтобы провести на месте лечение и дать возможность пациентам пройти все трудности хирургического вмешательства дома. Как говорится, дома и стены лечат. Начало благому делу положил еще Владимир Разумейко, будучи главным врачом Ахинской ЦРБ, а нынешний руководитель Татьяна Супрунова поддерживает эту инициативу. Я уже сбился со счета, сколько лет мы сюда приезжаем. Это то ли седьмой, то ли восьмой наш визит в АХУ, в Ахинскую ЦРБ. Потому что благодаря усилиям администрации городского округа и руководства больницы, депутатского корпуса, разумейко Владимир Петрович, в свое время очень хорошо технически оснастил больницу. И там несколько лет назад провели апгрейд устаревшего уже оборудования, купили новое оборудование. То есть оборудование технологически живет 7-10 лет. Вот здесь это третий год ему. То есть оно достаточно современное, новое. И порой где-то на материке, в больших клиниках такого оборудования нет. Поэтому больница оснащена очень хорошо. Персонал владеет технологией, методиками выполнения высокотехнологичных лапароскопических операций. И в области хирургии, в области экстренной хирургии, плановой хирургии, акушерства, гинекологии. В этот раз хирурги провели 12 операций, в том числе такие, которые выполняют только в крупных клиниках. Но и там попасть к такому специалисту, как Кирилл Стегний – большая удача. Он доктор медицинских наук, профессор, главный эндоскопический хирург Дальневосточного федерального округа. Своей квалификацией и мастерством он делится на постоянной основе. Командировки по районным центрам Дальневосточного федерального округа расписаны на весь год. В рамках курации, в рамках наставничества много лет приезжаем. Мы видим, что прогресс налицо. То есть, если раньше мы очень долго готовились, подбирали пациентов. Сейчас все технологии отработаны. Жителям города Ахи не нужно ездить ни в областной центр, ни на материк куда-то в другие клиники. Они высокотехнологичную помощь по полюсу ОМС в рамках программы государственных гарантий получают здесь, на месте, в Ахе. Это очень здорово. Нынешняя администрация больницы, я так понимаю, этот курс тоже полностью поддерживает, развивает. Мы со своей стороны готовы помогать столько, сколько будет нужно. И в рамках наставничества, и в рамках расширения спектра выполняемых операций. Потому что меняются сотрудники. Я уже здесь не вижу многих людей, которых я видел 7-8 лет назад здесь. Кто-то ушел на пенсию, кто-то уехал из Ахи. Поменялся и врачебный персонал, и сестринский персонал в больнице. Поэтому вот эти вот визиты, обучение новых специалистов методикам, они, конечно, идут на пользу всегда. Врачебные кадры сегодня – это проблема для таких небольших городов, как Аха. Тем более, не каждый молодой профессионал сможет адаптироваться к условиям Крайнего Севера. Уезжают через год-два, но над этой проблемой работают сегодня все структуры. Ирил Стегни и его коллеги готовят специалистов в Дальневосточном федеральном университете. Это еще одна сфера его деятельности. То есть у нас уже студент, когда заканчивает 6-й курс, он четко знает, каким врачом он будет, что ему больше по душе. Потому что он за годы обучения проходит, видит все специальности и выбирает то, что уже ему по душе. Как из ваших привычек в Гермахильский район? У нас, как и в любом ВУЗе, мы проводим большие ярмарки вакансий. Поэтому я приглашаю и главного врача, и специалистов отдела кадров, заведующими клиническими отделениями. Пожалуйста, приезжайте. Он будет в апреле в Владивостоке, на острове Русске, в Дальневосточном федеральном университете. И там будет большое праздничное мероприятие, это всегда праздник. И нужно заинтересовывать выпускников, нужно предлагать какие-то бонусы, почему он должен ехать в Аху, либо в любой другой регион. То есть привлекать. Вы бы какие бонусы предложили, если бы остались? Я думаю, что это прежде всего жилье, безусловно, молодым специалистам. Ну и достойную заработную плату, чтобы он мог работать и больше ни о чем не думать. Здесь создавать семью, в нормальных условиях жить. Ну и еще по опыту просто очень большой момент играет общая социальная среда. Понимаете, ну работа работай, но после работы иногда хочется сходить в кино, в спортзал, поплавать в бассейне, заняться какими-то видами спорта. Может сходить в какой-то бар, кафе. То есть это во всех регионах и не только в Ахе. То есть это общая коллективная работа и руководства города, и больницы, и собственно молодого вот этого контингента врачебного, сестринского. То есть жить молодежи, жить и работать должно быть интересно.